Стаж и жизненный опыт против стереотипов. В Центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Получить консультацию и пройти первое ознакомительное собеседование решили 130 соискателей. Работу для них приготовили 10 представителей различных компаний, государственных и частных, из Иваново или районов. Вакансий более 200. Практика показывает, такие ярмарки весьма результативны. Работодатели приглашают к собеседованию. Как показывает статистика, от 30 до 40% участников данных мероприятий. И в большинстве своем они все трудоустраиваются. И опыт, и жизненный, и профессиональный. Я считаю, что эта категория граждан даст фору молодым, и работодателям с ними несложно работать. 50 лет – приговор, рассказывают соискатели. Работодатели предпочитают нанимать молодых и активных сотрудников. Пенсионеры остаются за бортом. Хотя есть образование, большой стаж, в том числе на руководящих должностях. Сами пенсионеры тоже рисковать не любят. Хотят работать по специальности, на которой трудились всю жизнь. А это зачастую невозможно. По плане специальности точно нет ничего. Потому что я уже почти как год на бирже. Ни одного путного предложения не было. Была сокращена, уволена по сокращению штатов. Сейчас нахожусь, как говорится, в поисках новой работы. Пришла сюда с целью найти. Думаю, у меня есть силы и желание работать. Думаю, найду я себе новую работу. Специалист Почты России набирает аж 30 сотрудников. Почтальонов, сортировщиков, операторов связи. Соискателей заманивают белой зарплатой, соцпакетом, фиксированным отпуском. А еще им оплачивают обучение. На почте пенсионерам рада. Говорят, они более ответственные сотрудники. У нас режим работы. У них сменный график. Это с 8 утра до 2 дня. А на следующий день с 2 дня до 8 вечера. Далее, значит, у них выходной. Воскресенье предоставляется. И один день на неделю предоставляется выходной. Есть у нас повременная оплата труда. Есть дельная оплата труда. То есть, если вы выполняете план, стараетесь прибыль принести предприятию, то, соответственно, за это вознаграждение идет. Еще 30 вакансий предлагает специалист по кадрам из 7-й горбольницы. В учреждение нужен младший медицинский персонал. Два повара, работники кухни, плотники. И два педиатра в поликлинику. Хотя на ярмарках вакансий редко встретишь врачей. Слишком востребованы. Александр считает, что возраст у человека в голове. И на работоспособность никак не влияет. Была ярмарка вакансий для женщин пенсионного возраста. Взяли мы медицинскую сестру, которая 60 лет, которая молодая пенсионерка. Которая эти 60 лет не дашь ни в коем случае. И она у нас работает в поликлинике. И заведующая, старшая медсестра, и вообще весь персонал на нее не нарадуется. Человек пришел с опытом работы. Человеку золотые руки, золотая голова. И одно удовольствие. И очень ценный сотрудник наш. Пенсионерка Вера Николаева по другую сторону баррикад набирает сотрудников в страховую компанию. И своим примером доказывает работающий пенсионер и выглядит лучше, и чувствует себя прекрасно. Еще так много всего нереализованного в человеке остается. И иногда это не могут заменить дети, внуки и так далее. Человеку хочется дальше развиваться, расти, чего-то достигать. Наша работа, именно то, чем мы занимаемся, это как раз та сфера, которая помогает человеку чувствовать себя успешным, реализованным, достигать определенных вершин. В Центре занятости населения отраслевые тематические ярмарки вакансий уже давно вошли в практику. В декабре состоится еще одна. Всем миром работу будут искать для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok